Привет, друзья, это снова я, Тимур Тажетдинов, и сегодня будет продолжение части, которая... Вторая часть. Вчера мы поговорили о том, что такое принцип благодарения, почему он возникает и что вообще это такое. Давайте я вам, знаете, все-таки, наверное, вид из окна буду, чем себя показывать, я думаю, вам будет поинтереснее. И мы вчера определили, что принцип благодарения, принцип благодарности, это когда ты можешь... Вот это как раз-таки инструмент, когда ты учишься извлекать пользу в любых ситуациях в жизни, и учиться принимать любую ситуацию в жизни, и искать скрытые возможности в любой ситуации, которая с вами может происходить. И мы вчера решили, что именно в этом-то как раз счастье. Большинство проблем людей там, что несмотря на то, что у них есть все блага. Вот посмотрите, да, вот сейчас я в большом городе, люди научились строить небоскребы, вот там идет скоростная дорога, справа там ездят яхты. Тут посмотрите, какие небоскребы, ну, казалось бы, да, там пару веков назад такого ничего не было. Насколько сильно люди развились сейчас, и все равно, несмотря на то, что сейчас многие живут в комфорте, они от этого не стали счастливее. И проводили исследования, и как раз-таки люди, которые живут в достатке, у них меньше счастья, у тех людей, которые все время, ну, у них испытывают какие-то трудности. Почему? Потому что как раз-таки эти люди, чьи-гереми, ищут счастье вовне. И отсюда появляются проблемы как раз-таки, вот, когда дети, допустим, полностью обеспечены, появляются проблемы, что они ищут вовне, они хотят еще больше от жизни получать, бери от жизни все, там, получай больше кайфа, появляются проблемы с наркотиками и так далее. Именно потому, что люди ищут не внутри, не меняют свое отношение к вещам, а именно потому, что ищут его вовне. И еще одна большая проблема, то, что у людей вызывает стресс, и почему люди себя часто чувствуют несчастными, это когда они сравнивают себя с другими людьми. И мне сейчас вспоминается много чатов, я в различных мастер-майндах, в различных чатах, где сидят инфобизнесмены, и иногда появляются, знаете, такие обсуждения, там, ну, периодически кто-то выстреливает, допустим, там, вот, когда выстреливал Стас Рождественский, все знали его обороты, он где-то это спалил, и я видел вот эти обсуждения, что вот просто как куча змей сидят и такие, и пышут ядом, там, вот, да он это, да он этого копирует, да он вообще не это, да он вообще тамадак, кто тамаде дал микрофон, и начинаются вот такие, знаете, вот, когда люди пышут ядом, и при этом ты смотришь со стороны, ты смотришь, что за всем этим стоит банальная зависть. И когда вот у людей стоит банальная зависть, то бегите таких людей подальше, потому что вы можете стать такими же. Вот знаете, мне иногда некоторые предприниматели напоминают бабок, которые сидят, вот, у подъезда, знаете, вот, сидели, я когда еще в России жил, и щелкали семечками, обсуждали, там, вот, красивые девушки, какие они, там, нецеломудренные, там, какие они распутного поведения, а парни, так они, до меня, все наркоманы, и так далее. Вот, то же самое, когда предприниматели сравнивают себя с другими, особенно успешными, и пытаются как-то говорить какой-то негатив, понятно, что за всем этим стоит зависть. И вот именно эта зависть, именно это сравнение сжирает людей изнутри, потому что они не чувствуют себя счастливыми, когда другие люди добиваются чего-то больше. И самая первая штука, которая может вас приводить часто к депрессии, это когда вы вместо того, чтобы сконцентрироваться на своих результатах, вы начинаете сравнивать себя с другими людьми, и чувствовать себя мизерными по сравнению с теми людьми. Как мне часто, там, знаете, приводят, там, пример Дональда Трампа, вот, он же такой счастливый, успешный. Я говорю, погодите, погодите, мы говорим об успешности, но никто не говорит, что Дональд Трамп на самом деле счастлив. Мы же не знаем всей картины, мы же не знаем, насколько у него в жизни все хорошо. Может быть, есть какие-то сферы жизни, в которых у него очень большие провалы. И вы понятия не имеете, вы видите картинку со стороны, вы видите, что он там организовал конкурс Мисс Вселенная, то, что у него там, ну, куча недвижимости и так далее. Может, у него, не знаю, проблемы, проблемы мужского характера. И он на этих всех моделей смотрит с большим сожалением. И любой водопроводчик Вася гораздо более счастливый. И Трамп завидует любому водопроводчику Вася, у которого все в этом плане хорошо. Никто же не знает, как на самом деле. Может быть, счастлив, может быть, нет. Так вот, хорошо. Вот мы определились в том, что нужно искать причину счастья в себе, а не вовне. Не в факторах которых, не в событиях, которые с нами происходят, а именно в том, как мы относимся к вещам и насколько мы уважаем разные вещи. Вот смотрите, кстати, вот, забань, мне некогда никого банить, у меня сегодня ограниченное время. Кому понравилось то, что я уже сказал и вчера, и сегодня, я прошу всегда только одно действие. Можете даже не ставить лайки, поделитесь этим видео. Прямо сейчас можете провести слева направо, если у вас айфон. Или вы можете, к примеру, нажать на человечка справа внизу, и там появится кнопка «Поделитесь с подписчиками». 1-7-0-7-1-9-8 «Пригласил», «Охлопова», «Нов», «Экпох» «Пригласил». Ну, нас гораздо больше. Ребята, у меня одна просьба, к вам поделитесь. Я не прошу с вас денег за информацию, я не прошу с вас ничего. Только поделитесь этим эфиром. Мне хочется, чтобы это, вот, те вещи, которые я рассказывал, их узнало как можно больше людей. Спасибо. IBM, «Песчастье», «Светлана», «Мариэл», «H2OR4U». Я пока вам покажу вот этот вот такой трамвайчик у нас есть, «Чикаго Архитектурный тур по Чикаго». Вот они ездят вот такие по «Чикаго Ривер» и рассказывают о достопримечательных туристах. Кстати, ну, я тоже люблю на таких ездить, и когда кто-то приезжает, когда нужно показывать «Чикаго», я с удовольствием бываю в роли туриста. Хорошо, сейчас я хочу, чтобы все взяли блокнот и ручку. И давайте пойдем сегодня, я, наверное, только успею рассказать вам пять штук, как вы можете больше ценить то, что у вас сейчас есть, и как вы можете тем самым сделать свою жизнь счастливее. Почему нужен Перископ, по-моему? По-моему, Перископ нужен для того, чтобы давать пользу людям, потому что у вас есть какие-то уникальные знания, и вы можете делиться своими знаниями с другими. Кто-то может показывать, как он ковыряется в носу, как он пьет Кока-Колу, и куча малолеток его будут смотреть. Ну, это их выбор. Я считаю, что Перископ – это возможность как раз-таки менять жизнь сотен других людей с помощью одного нажатия клавиши. Кто придумал Перископ? Я думаю, придумали все-таки компанию Миркэт, которые создали соцсеть, и она что-то не прижилась в России, но на Фейсбуке постоянно я вижу кучу народу сидят в этом Миркэт. А потом Твиттер, потом был еще один стартап Перископ, и его в итоге выкупил Твиттер. Все, все взяли блокнот и ручки, давайте записывать. Первое, что мы можем ценить в жизни. Первое, самое банальное, что вы можете ценить – это жизнь вообще. Люди, которые сталкивались с какими-то серьезными онкологическими заболеваниями, люди, у которых жизнь так или иначе подвергалась риску, которые побывали в коме, которые были на грани от смерти. После этого у них появляется огромный вкус жизни, и они не встают там утром с унынием, почему у соседа трава зеленее. У них появляется огромная благодарность просто потому, что они живут. Вы можете также отводить время и просто ценить то, что вы сейчас живы, то, что вы живы, здоровы, то, что у вас все хорошо. И не забывать об этом ни в коем случае. Следующее, номер два. Цените маленькие вещи. Очень часто люди, как вот, знаете, актеры ждут какую-то огромную роль в спектакле. Предприниматели ждут какой-то большой ивент. Если говорить, опять же, из той сферы, чем я занимаюсь, кто-то ждет, что у него настанет 20 тысяч подписчиков в Инстаграме, 30 тысяч подписчиков на Ютубе. Вот когда я проведу этот вебинар, то все, жизнь поменяется, и все будет нереально здорово. Вот когда я, наконец-таки, проведу свой живой, все, вот все, жизнь поменяется, и я буду счастливым, успешным, богатым. Вот когда я создам, наконец-таки, свой тренинг, я сделаю то-то. Вот когда я освою какую-то там новую интернет-специализацию, то все поменяется. Спортсмены также, мне это знакомо, так как я тренируюсь почти каждый день, спортсмены ждут какого-то события, вот как они выиграют какую-то там золотую медаль на крупнейшем чемпионате, и все. И жизнь с этого момента начнется другой. Начнется другая, совершенно все по-другому изменится, и вот произойдет какое-то большое событие, которое поменяет вашу жизнь. Кто себя в этом заметил? У кого такое бывает, что кто-то ожидает каких-то больших вещей, и ожидает, что вот после того, когда они происходят, то все должно сильно-сильно кардинально поменяться? Вот они пошли плюсики. Бывает. Теперь смотрите. Был раньше. Отлично, если раньше. Что происходит потом, когда вы добиваетесь? Вот как человек, который все хотел стать чемпионом Чикаго, и потом, когда впервые победил, ну, честно скажу, у меня вот это вдохновение, вот этот кайф, он, наверное, часа 24 продлился, потом все. Когда я впервые начал жить в Чикаго, я приехал еще стажером, мне дали тогда свою квартиру, она была на 44 этаже, с панорамным видом, и вот со стеклами на всю стену, то есть вот полностью прозрачные окна были на всю стену. И я вот так стоял, думал, вот это, наверное, вот, наверное, это вот вообще сейчас все, теперь жизнь моя сильно поменяется. Вот это, вот это вид. Ну, я говорил вчера уже, что для меня вид одно из самых, наверное, больших, то, что на меня может влиять. И что вы думаете? Через несколько дней, даже недели, наверное, не прошло, может быть, максимум 5 дней, ты уже перестаешь замечать вид, и он тебе кажется обычным. Я помню, как там ты стоишь, уже через неделю смотришь на этот же вид, и у тебя какая-то депрессия по каким-то там, ну, не особо депрессия, расстройство по каким-то маленьким проблемам. И вот, что я хочу вам донести, несмотря на то, что мы часто ждем, что что-то сильно должно поменяться в нашей жизни после того, когда произойдет какое-то событие, на следующее утро вы встаете, смотрите в зеркало, и там тот же самый человек. Ничего на самом деле не поменялось. И нет смысла, вон опять кораблик едет такой же, только поменьше. И нет смысла ждать чего-то большого, потому что, и вот надеяться, что все кардинально поменяется. Лучше каждый день ищите какие-то маленькие вещи, которые с вами произошли, и давайте им больше ценности. Наполняйте ценностью вот именно маленькие вещи, которые с вами происходят, маленькие события, маленькие радости. Вчера мы с вами обговорили то, что счастливый человек от несчастливого именно отличается вот возможностью ценить любые радости, которые, вот любые моменты, которые есть с ним в жизни, получать удовольствие от каждых моментов. И вот вам, вместо того, чтобы ждать чего-то большого, лучше концентрируйтесь на маленьких вещах, которые с вами происходят, и вот их цените. Я могу сказать, что мои маленькие вещи очень вот связаны, допустим, с моей дочкой. То есть какие-то маленькие вещи, которые у меня могут происходить, какие-то моменты с ней, они наполняют мою жизнь счастьем гораздо больше, чем какое-нибудь суперсобытие, которое я могу ждать годами. Хорошо. Следующее. Вам надо уважать и ценить все, что создали другие люди до вас. Вот опять же, да, сейчас я показываю вам прекрасный город, который называется Чикаго. Несмотря на то, что я сейчас немножко на окраине центра, вот это все офисные здания, но вы можете заметить, как вот много всего создали другие люди. И вот вы думаете, люди, которые живут в Чикаго, думаете, они все счастливые? Нет. Здесь также много русскоязычных людей, которые приехали. В первое время они настолько тащились от того, как здесь все здорово, а потом о них стало это обыденно. То есть вот просто нужно возвращать и смотреть на то, что другие люди создали очень многое. Вот там сейчас сзади проехала железная дорога по воздуху. Это у меня в детстве была мечта прокатиться на метро, которое вот именно надземное, еще и поверху. И когда вот мы в институте, мне было 20 лет, приехали в парк ВДНХ. Кстати, мы-то за визой в Америку приезжали, и я увидел вот эту дорогу железную поверху, и мне так захотелось по ней поездить. По-моему, ВДНХ было. Вот, и вам нужно уметь ценить то, что сделали другие люди. Посмотрите, вот, все, что видите вокруг, даже вот все, что вокруг вас сейчас. Ну, у меня там вот красивые яхты там и так далее. У вас вот любое, просто вот обернитесь, да, там бумага. Люди научились из дерева делать инструмент письменности, создали ручку. Потом появились предприниматели. Потом была женщина, которая устала от того, как все время перепечатывать тексты, машинистка, и решила закрасить белым лаком для ногтей одну букву, которая неправильна. И она сделала многомиллионный бизнес и придумала то, что мы называем корректором. То есть, вот, это создали другие предприниматели. И если вы научитесь ценить тот момент, в котором вы сейчас находитесь, как много всего вокруг сделано другими людьми, то вам это также будет придавать большое ощущение кайфа. Дальше. Ценить возможности и уникальность других людей. Я говорил с вами в одних из своих первых эфиров Перископ про то, что у каждого человека есть уникальность. И Unique Ability – это то, чему я научился в американском коучинге. Самый мой дорогой коучинг по личной эффективности. И когда я нашел свою уникальность, я говорил, да, что вот знаменитый пианист, если он будет делать что-то еще, кроме того, как играть на пианино, он не будет уникальным. Он не будет тем самым пианистом. То есть, если он будет двигать пианино, если он будет бегать в кассу, продавать билеты, обзванивать людей и так далее, то он потеряет свою уникальность, потому что вот у каждого человека есть своя какая-то уникальность. И проблема в том, что очень часто появляются звезды, которые действительно начинают сильно зазнаваться. Вы уже наверняка слышали о таком понятии, как корона на голове. Андрей про белом часто о нем говорит. И когда люди зазнаются, то они начинают... Вот это зазнайство, вот эта корона на голове как раз происходит от того, что они не видят уникальности других людей. И они видят, что вот они уникальны, они звезды, они там научились продавать, они научились что-то еще делать, выступать, они научились там на вебинарах орать или чего-то что-нибудь. И при этом они перестают уважать людей, которые вокруг них, считая себя звездой и пупом Земли. И вот я хотел бы вам напомнить, что уникальность людей, она работает только в том случае, когда они не одиноки, а когда их уникальность работает вместе с уникальностью других людей. Так же, как в моей ситуации я рассказывал, что когда я нашел, что моя уникальность – это именно выступать, выдавать людям контент на вебинарах, на живых выступлениях, через видео, через перископ, это потому что мне нравится, это дает мне очень много энергии. Ну, наверное, живые выступления больше всего из этого. Когда я нашел вот это, то самое сложное для меня было отдать маркетинг, потому что я считал себя очень хорошим экспертом. Но когда ты находишь человека, который от маркетинга получает больше удовольствия и у него это лучше получается, когда ты, несмотря на то, что у тебя техническое образование, а поверьте, я очень много умею делать технически, ну, я могу там любые вебинары, рассылки, все что угодно сделать, ну, там, если не брать сугубо техническое, что-то там по настройке сайтов. Хотя тоже могу разобраться, потому что я по образованию технар. Так вот, если я буду во всем этом ковыряться, то мне некогда будет готовиться к моим выступлениям, к вебинарам, перелопачивать кучу контента, учиться и выступать. Сейчас задали вопрос, а как же утверждение, что гениальный человек гениален во всем. Я считаю, что это ложное утверждение. И вот, если вы замечали, люди, которые... Я не знаю, знаете вы такую статистику или нет, но программисты, которые работают в Майкрософте, большинство из них это аутисты. Они не идеальны во всем, но они отличные программисты. И очень часто, там, хороший технарь, он, у него не очень коммуникативные навыки. Человек, который хорошо выступает, и у него очень хорошо получается зажигать людей, у него система всегда страдает, как страдает системность подхода у меня, как вот отчетность у меня страдает, потому что я не тот человек. Человек, который зажигает людей, он никогда не будет иметь системный подход. И сколько бы ты не слушал курсы других людей, которые тебе говорят, что в бизнесе нужна система, ты пока не найдешь системщика, который из-за тебя будет выстраивать эту систему, у тебя будет проседать, потому что вот я достаточно поверхностный человек, что касается систем в бизнесе. И я знаю, что работают связки людей, что моя уникальность, мое умение вдохновлять людей работает в связке с теми людьми, которые это реализовывают. Опять же, проблема большая с делателями, с системщиками, с ресерчерами, те люди, которые очень много ковыряются в каких-то деталях, которые, нет, надо все просчитать, это должно быть все хорошенько просчитано, а вдруг мы потеряем прибыль, давайте мы сейчас вот сядем и еще все хорошенько спланируем. Нет, надо еще больше эту тему глубже изучить. Знаете таких людей? Я знаю много. И их проблема в другом. Им пока пинка под зад не дашь, они ничего делать не будут. Они так и не начнут проект. И идеальная связка, когда в команде есть человек-зажигатель и в команде есть человек-системщик. Я уже говорил об этом много. И вот получается там зажигатель и делатель. То есть человек, который продает хорошо, у него не так хорошо будет с деливрой, то есть он не будет заниматься сам суппортом и так далее, потому что это слишком маленькие детали для него. И вот ему нужны люди вокруг в команде, которые будут вот всю остальную техническую работу там с него забирать. Я сейчас говорю опять же о своем опыте. Итак, пункт 4. Ваша уникальность и ваши уникальные качества должны работать именно в связке с другими уникальными качествами других людей. И не дай бог, если вы возомните себя каким-то верхуумным пупом земли, гуру номер один, первым в СНГ, или как вы себя еще будете величать. Потому что сразу после этого пойдет зазнайство, и вы начнете к другим людям плохо относиться. И вот как раз таки оттуда потом тормоза в росте происходят. Потому что вы не уважаете тех людей, благодаря которым вы растете. И пункт номер 4 как раз таки, еще раз повторю, то, что вам нужно делать, то, что вам нужно ценить уникальность других людей. Не надо. Что, Елена, не надо? Что, не? Вы не хотите других ценить? Ну, не цените. Вы идеальна, Елена. Вы во всем гениальны. Обожаете крики души некоторых людей. А, следующее. Я, Елена, поздравляю. Возможности. Про мою уникальность можете найти, про то, как найти уникальность. Я давал это упражнение и в перископе уже. Вы можете найти. Видео на Ютубе я снимал, я на Гавайях его снимал. И, по-моему, так и называется, как найти свою уникальность. Очень прикольное упражнение. Выделите минут 15, наверное, на выполнение. Ой, забаню я эту Элину, которая тут фукует. Все. Крик души закончился. Хотим перископе. Ну, я уже делал, просто не люблю повторяться. Мне гораздо интереснее что-то новое выдать. Итак, следующее. Возможности. Сейчас вам расскажу небольшой анекдот. Спасает. Человек тонет на катере. И к нему подъезжает лодка, подъезжает спасатель. И он говорит, не-не-не-не-не, Бог меня спасет. Потом прилетает вертолет. Он такой, не-не-не-не-не, Бог меня спасет. И в итоге он тонет. Потом на небесах говорит, Бог говорит, ну, а что ж ты меня не спас? Я ж так ждал. И Бог говорит, слушай, ну я тебе и спасателей посылал, и лодку, и вертолет. Почему ты не воспользовался возможностями, которые я тебе посылал? Очень часто люди ждут каких-то больших возможностей. Это вот сильно пересекается со вторым пунктом, когда я говорил про маленькие вещи, теперь и про возможности. Очень часто мы ждем что вот подвернется какая-то большая возможность жизни, и все у нас сразу станет хорошо после того, как мы чему-то научимся. Вот, что нам дадут хорошую работу, то, что мы переедем в США, некоторые ждут там вот, вот перееду в США, все, заживу по-другому, а пока не перееду, буду себя вести, буду сериалы смотреть. И то есть вот научусь продавать на вебинарах, все, буду отлично зарабатывать много, путешествовать по миру, там у меня бизнес пойдет, а сейчас пока полежу-ка я на диване, почитаю книжку про других успешных людей, почитаю, как они живут, а еще лучше Донцову книжечку, там всегда интереснее, всегда интереснее других жизней посмотреть, чем в своей что-то менять. Правильно, да? Я сейчас утрирую. И хотел бы вам сказать то, что мы должны ценить маленькие возможности, которые нам подворачиваются. Не надо всегда охотиться за чем-то огромным, что вот у вас сразу все получится, что сразу вы найдете, выберете нужную нишу. Это вообще самая большая, наверное, головная боль, один из самых частых вопросов. У меня первый вопрос. Тимур, как легко, без денег, ничего не делая, переехать в США? Второй вопрос, который мне задают, у меня вот весь контакт прямо исписан, вся личка. Тимур, как мне заработать в интернете, но так, чтобы тоже ничего не делать, и так, чтобы не сильно вкладывать, и вот какой курс, чтобы гарантированно мог мне заработать деньги? Какой мне нужно вписаться в курс? Люди ищут волшебную таблетку с надписью «Бабло», реально. И третий вопрос, это уже более продвинутый, это уже когда люди купили волшебный курс, мне подходит и говорит, «Тимур, какую мне выбрать нишу, так, чтобы гарантированно не ошибиться, чтобы мне точно, я смог скоро, прилично зарабатывать деньги и уйти с основной работы?» Сегодня первый заказ с интернет-магазина получил, прыгал от радости. Здорово, здорово. Вот, видите, первый заказ с интернет-магазина, это реально круто, это маленькие возможности, и вот вы ими пользуетесь. И фраза, которую я хочу до вас донести, что если вы всегда будете ждать каких-то больших возможностей, да, давайте все вместе поздравим, что что-то сильно-сильно там большое произойдет в вашей жизни и все поменяется, вы, скорее всего, этого не дождетесь. Ну, честно. Ну, вот, если бы я сразу захотел работать там, допустим, в США, да, там, будучи студентом Астрахани, и сейчас сформулирую свою мысль, если бы я сразу хотел там, супер успешной жизни в США, у меня бы, скорее всего, не получилось. То есть, первый шаг, который я сделал, у меня появилась возможность поехать по студенческой программе. Это было 10 лет назад. Мы работали в сфере обслуживания. Я работал, я продавал айс-кофе. У нас было 13 человек, магазинчик на океане, и кто-то там делал сэндвичи, кто-то еще, я разливал айс-кофе. Это был безумно классный опыт. Это было лето. Город Белмар, прямо на берегу океана, и, наверное, одно из самых ярких лет, которые у меня были в жизни, именно, ну, такое, представьте, студенческое лето на океане. Потом я вернулся, после этого я стал думать, как поехать учиться в Америку. То есть, я понимал, что мне сразу никто не будет там, я не сделаю сразу карьеры в Америке, нужны еще какие-то промежуточные шаги. То есть, все маленькими шажками, всегда. Что касается, ну, и потом уже у меня была стажировка, потом у меня была рабочая виза, грин-карт, и в итоге пришло к тому, что у меня бизнес теперь в России. Вернулся обратно. Но, тем не менее, живу все равно в Чикаго, потому что, ну, мне нравится тут жить. И смотрите, что интересно. Вот, то же самое касается бизнеса. Если бы я сразу искал нишу, которая у меня выстрелит, то у меня, скорее всего, тоже ничего не получилось. Потому что первый мой проект был вообще практически некоммерческим. Работа в США. Потом людям стало интересно, там, у меня стало получаться с Ютубом, я закинул удочку, вообще никто Ютубу не учил в 2012 году. мне было очень много чем поделиться, и потому что я учил на... Пальцы отбил, на сердечках здорово. Потому что я учился на американском рынке. Потом, дальше мне пошло следующее. Я решил сделать Академию социальных медиа. Проект, который, я думаю, зачем, вот, я только Ютуб, я могу стать экспертом вообще по соцсетям. А зачем мне становится экспертным, если я могу нанять других экспертов? Так пошло первое масштабирование. Следующим шагом было, там, спалил свои цифры, научился хорошо продавать Ютуб, научился продавать на вебинарах, людям стало это. потом сделал упражнение на Юникобилоте, стал делать много живых мероприятий. Сейчас запустил курс вебинарный джиу-джитсу. То есть, вот, все идет по шагам, по шагам, по шагам, по шагам. Кстати, мы уже частично в рассылку отправили вчера три видео, вернее, первые из трех видео по вебинарному джиу-джитсу. Они просто полны контента. Я просто, ну, не представляете, как долго я создавал его, но реально прям вложил душу в это видео. Если вы пока не получили, то читайте рассылку. Я думаю, скоро еще на страницу захвата кину вконтакте ссылку. Вот, но курс получился вообще супер. Бесплатный курс о том, как больше продавать на вебинарах. И к чему я вам сейчас это говорю? Я сразу не мог никогда вот если бы я ждал, что вот сразу я проснусь, выберу супернишу и стану успешным, то у меня бы не получилось, потому что мне пришлось очень много ошибаться. Мне пришлось кучу разных тем перепробовать, кучу разных проектов. Я все время искал вот, во-первых, то, что мне нравится, во-вторых, то, что просят другие люди. И я думаю, после того, когда я отведу сейчас трехнедельный тренинг по продаже на вебинарах, следующей темой будет как раз-таки личная эффективность, потому что мне есть чем поделиться по этой теме с людьми. И если вы заметили перископ, перископ это была для меня небольшой растяжкой. Я решил не брать тему ни в соцсетей, ну, и именно вот подходить, я все равно рассказываю очень много о бизнесе, но с позиции как эффективности. То есть, что можно докрутить, как найти свою уникальность, как заставлять себя что-то делать. Это вот тема, которая меня сейчас очень сильно вдохновляет, потому что два года назад мне было самому очень интересно в этом все разобраться. Тимур, видео про уникальность называется «Как найти свое призвание, упражнение, которое точно…» Да-да-да, это именно оно. Причина, почему я не знаю, как называются мои видео на YouTube, потому что я его сам не загружал, потому что я рассказывал свой процесс. Когда я понял свою уникальность, моя уникальность снимать видео и обучать людей. То есть, когда у нас есть обученная команда, все, что мне надо было сделать, это снять видео на Гавайях и загрузить его в Dropbox. Дальше команда уже сама загружает и раскручивает это видео, поэтому я даже не знаю название. Да, но вы правильно нашли. Давайте, чтобы вам лучше уложилось, еще раз заново пройдусь. Я не буду пока читать ваши речи, там, многоуважаемый Тимур, спасибо, конечно, многоуважаемого. Первое, цените жизнь, то есть, выделите себе минутку, две, три минуты в день, просто посидите и просто ощутите то, что вот, то, что вы живете, то, что вы здоровы, это, наверное, самое лучшее, что могло с вами случиться. Второе, уважайте маленькие вещи, цените маленькие вещи, которые с вами происходят, а не какие-то большие моменты, которых вы ждете. Дальше, цените жизнь, вот, и, вернее, то, что создали другие люди, цените. Кстати, по третьему пункту хочу добавить, что делали исследования детей, именно не детей, а именно младенцев. Вот, когда рождается младенец, он искренне считает, то, что все, что вокруг него происходит, это весь мир создан для него, и чтобы он получал удовольствие какое-то от жизни. Кто слышал о таком? То, что вот реально, вот, дети в раннем возрасте так считают, с младенчества. Я, мне почему-то кажется, что у меня дочка сейчас как раз-таки вот в этом периоде. Она искренне считает, что вот все вокруг нее, и это нормально в раннем периоде, потому что потом люди растут, и люди понимают, что мир на самом деле состоит из взаимообмена, что вы даете ценность людям, они дают ценность вам, то, что не все крутится, планета не вокруг вас. Вот, но проблема в том, что некоторые люди так и не взрослеют, и особенно те, кто рождаются вот в суперблагоприятных условиях, они потом не могут перестроиться, потому что они с детства считают, что все должно идти вокруг них. Да. И потом начинается, когда они сталкиваются с реальной жизнью, если не дай бог их суперусловие заканчиваются, а жизнь она всегда интересна делает. Заметили? Потом почему-то у них начинаются очень сильные расстройства. Так, это третье, то, что цените то, что делают другие люди. И четвертое, цените уникальность других людей, и помните, что ваша уникальность будет вашей уникальностью только вкупе с другими людьми. Пианист, который не сможет продать билеты на свой концерт, который не сможет там подвинуть пианино, он не будет таким, у него концерт сорвется, он будет как раз таки звездой, о которой никто не знает. То есть, нужны также и люди, которые будут заниматься другими сферами. Это касается всего. Ну и конечно же, пятое, это цените маленькие возможности, которые дают вам жизнь. И переставайте смотреть на ваших конкурентов, сравнивать себя с ними, завидовать и так далее. Ну, вы можете сравнивать лучше себя с собой, с самим собой. То есть, вы можете посматривать, смотреть, что они делают, но не с позиции того, что вот, блин, у него так все хорошо, какой я плохой, какой я мизерный, если у меня этого до сих пор нет. Все, к вам один призыв, поделитесь этим видео. Да, и когда вы в следующий раз будете о ком-то сплетничать и говорить, что вот он такой-сякой, подумайте, может быть, все-таки вы не туда направляете энергию, может быть, это все-таки деструктивная и разрушительная энергия, и лучше ее направить на что-то хорошее. Делитесь этим видео, у вас еще буквально секунд 30, можете задать мне какой-то вопрос, я видел сейчас, скидывали ссылку, ссылка была на мое YouTube-видео, ссылки не работают в перископе, насколько я знаю, так что, кто хочет найти видео про поиск своей уникальности, упражнение на поиск уникальности, наберите на YouTube-е канал Тимура Тажетдинова, и это будет на моем канале, это одно из таких вот видео, наверное, месяца 4 назад я его выложил, вернее, за меня его выложили. Продолжение хотим, да, я обещал вам 10 пунктов, я сегодня выдал только 5, я говорю, у меня сейчас, буду сейчас клиентке докручивать вебинар, поэтому завтра встречаемся в 20.00, и я расскажу еще 5 пунктов о том, как вы, завтра будет про учителей нашей жизни и про много другого, про то, как вы, опять же, можете больше получать кайфа от жизни, если будете ценить какие-то элементарные вещи. Очень интересная и сильная трансляция, спасибо, Тимур. Нет, видео называется «Ни как найти свое призвание». Видео, где я с Кочкиным, это не то видео, это другое видео, где я именно на Гавайях снимал, и я рассказывал упражнения. Я, по-моему, снимал на одной из самых высоких точек мира, там вот на вершине какого-то вулкана, там внизу были облака, и я рассказывал это упражнение. Сейчас так визуально вспоминаю, где оно было. Да, ты там на горе. А, ну, тогда да, тогда да, тогда это оно, если на горе. Хорошо, друзья, всем счастливо, и до встречи завтра в 20.00. Пока.